Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. И я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Ну а у меня сегодня будет семейный влог. Увидимся сегодня с Женечкой, сделаем обследование и посмотрим рождественский ассортимент в магазине у сына. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной! Наконец-то я нашла инструменты. Ну что? Мишка плюшевый такой, мишка плюшевый. Садись. Мишка плюшевым Into the Week Субтитры сделал DimaTorzok 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 А Кайла с ней начала играться Прыгать и гавкать И это немножко задумалось Опа, что это вообще такое? В первый раз ей кто-то показал отпор И когда я ее отстегнула от поводка Оression gew 17ichiuchим Даже не смотреть в ее сторону Короче, боже мой Какие все-таки они смешные Да, как детки. Так что, дорогие мои, я очень довольна тем, что я решилась на такой шаг, вызвала психолога, послушала её и, в принципе, не составила никакого труда, чтобы это всё воплотить в жизнь. На обед у нас сегодня запечённая буженина по-швейцарски с овощами. И я сейчас сделаю гречку. Беат её обожает. Я купила муку из гречки и сделаю завтра блинчики. Придёт ко мне в гости моя подружка с работы, Елена. Ну, а я ставлю в скороварку, варится гречка на гарнир. И займёт это у меня всего лишь 8 минут. Вау, ну посмотри, ты теперь вся как принцесса. Да, и под это пальтишко, смотри, всё тебе подошло. Видишь, я просто эти концы сюда... Красотка! Сегодня у нас очень важное обследование. Наконец, Женя, мы дождались толщину костей. Будут, Женя, сегодня измерять. Посмотрим, как делают у нас в Украине. Это типа УЗИ, да, ты говоришь? Да, как УЗИ делала подруга. Сколько твоя подруга в Украине заплатила за такое обследование? 450 гривен, что-то такое. А, не дорого? Не-не-не. А, не тысячу? Не-не-не, это не так долго. Хорошо, идём посмотрим. Мне нужно сделать это. Ты хочешь? Я могу здесь распринять? Минус 3. Долженое употребление? Долженое употребление. Да, уда. Короче, Женя, она нам сейчас делает распечатку. Обязательно молоко, йогурт, творог и сыр. Для остеопороза важно движение, постоянно на ногах, и плюс пить, Женя, пить. Я тебя умоляю, заведи себе полтора литра, купи себе бутылку воды, полтора литровую, и вот выпила, опять набирай, выпила опять, чтобы ты видела, сколько ты пьёшь в течение дня. Потому что 2-3 стакана это очень мало, чая не считается, считается только вода, супчик тоже не считается. Вот, я её попросила распечатать, Женя, посмотри на позвоночник, ты видишь, какие углы? Вот это твой позвоночник, ты видишь, какой? Это всё должно быть ровно, видишь, этот наверх, этот вниз. И самое главное, вот эти вот показатели, минус 3, это очень огромный показатель, это именно сильнейший остеопороз. И вот она ещё тут померила. Видишь, тут белая, это кость, тут правая нога, вот ещё более-менее, я помню левую, там был тихий ужас, помнишь? Хорошо, что мы пошли к врачу пешком, да? Я звонила, телефон не работает, включается автоответчик, решили сходить пешком, записались через 2 недели свободное время, чтобы он выписал лечение. Я говорю, дайте уже что-то, какие-то таблетки. Нет, надо термин, Женя. Вот, зашли мы в Юск магазин, смотрите, какая здесь посуда необычная. Особенно вот эти, да, под тарельники. И очень много декора новогоднего. Табеточки. Порки. Игрушечки. Как луковицы. Кстати, эти тоже, да, прикольные такие, соломенные. 7 франков за штучку. И эта красивенькая. А это 3,50 за штучку. Какая-то серая, да? Толстая. Так, здесь свечки, кстати, это электронные. Вот, декорационная, кстати, штука. Сюда можно выложить свечи с венком. И свечи, пожалуйста, по 5 франков. Можно использовать для рождественской декорации. 4 штуки. Тоже же симпатичные. Угу. Или вот, смотри. На деревянные, что будет лучше? На любая. Потрогай эту. Клеточка такая. Это плотнее. Ну, лучше плотнее, наверное. Ну, да? Всё, здесь такое оно так стоящее. Сколько ты хочешь? Ну, 4, наверное. Хватит места. В реформ-хаус продаётся всё необычное. Тут есть мука из гречки, кукурузная, из овсянки и смешанная для блинчиков. Так, ладно, всё, теперь по коням разъезжаемся. Кстати, дорогие мои, я уже делала пост и хочу вас ещё раз лично пригласить на концерт, который пройдёт 11 декабря, воскресенье, в 5 часов вечера, в Ридхольц. Это небольшой городок возле Салатурна. Вход бесплатный коллекта. Можно давать сколько ты хочешь. Наш хор, куда я хожу, швейцарский, будет там выступать. Семь разных произведений, включая «Тебе поём» на русском языке. И мы также будем угощать всех, кто пришёл разливать глювайн и из дома принесём разные сладости. Это событие будет посвящено открытию рождественских гуляний в этом городке. И будет интересно, особенно для украинцев, которые приехали в Швейцарию, погрузиться в атмосферу Рождества. Приходите, не пожалеете. Пару слов хочу сказать об остеопорозе. Когда у нас, у женщин происходит менопауза, естественно, у нас происходит сбой гормональной системы. И в Швейцарии очень следят за этим. И очень многим женщинам прописывают гормоны. Естественно, на основании теста, анализа. И вот я у своей тёти спросила, была ли она у гинеколога, делала ли она тест на гормоны. Конечно же, нет. И у неё страх, что гормоны – это растут усы, набор веса. Боже мой, это мужской гормон. Когда делают тест на гормоны, видят, какого гормона недостаточно. Потому что у нас есть и женские, и мужские гормоны. И остроген – это женский гормон, который отвечает за очень многие функции. Чем меньше этого гормона, тем тоньше кости. И именно женщины после 45, после менопаузы, больше страдают остеопорозом. Мужчин буквально пару процентов. Вы также знаете, когда женщина употребляет, например, гормональные таблетки, противозачаточные. Кому подходит, кому правильно подобрали эти таблетки. У неё нет никаких прыщей, у неё всегда ухоженное, красивое лицо. И есть моменты, когда началась менопауза, женщина утром проснулась, и у неё сразу плюс 10 лет. Жутчайшие сразу пошли какие-то изменения, которые моментально заметны. Поэтому принимать гормоны или нет, решает только врач. Естественно, вам никто их навязывать не будет, но очень вам советую и рекомендую хотя бы раз в 3-4 года после 45 лет проверять гормоны. У нас это можно сделать у женского врача, у гинеколога. Следующий момент. Значит, когда идёт разрушение кости, то есть кость, ткань костная, истончается, и наш позвоночник, он тоже уменьшается. Первый признак, что у вас произошли какие-то изменения, когда позвоночник скукожился, у вас начинает расти горб. Либо просто вот у меня есть бабушка, ей 96 лет, она вот так ходит. Она не может уже поднять шею, то есть у неё вот так вот опустилась шейные позвонки. Вот так вот скукожились все. Конечно же, сделать уже с этим ничего нельзя, но я и постоянно массирую, чтобы она хотя бы немножечко расслаблялась, потому что просто вот так вот чуть ли не под прямым углом у неё голова к шее. Как узнать и как понять, что есть какая-то проблема? Когда человек раздевается и становится спиной, у него кожа свисает как ёлочкой от позвоночника. Это называется Таненбаум эффект, эффект ёлки. Будет кожа у вас, как ёлочка. Это первый признак, что нужно срочно обратиться к врачу. Естественно, проверить вот это состояние костей, как мы сегодня делали тёте. И уже на основании этого исследования врач принимает решение. Либо это будет просто какие-то витамины, кальций, витамин D, либо этого уже недостаточно. Можно сделать какой-то укол. Посмотрим, что нам пропишет врач. Но очень важно этот момент не пропустить. Потому что чем это грозит? Внутренними переломами, как это было у моей тёти. У неё никогда ничего не болело, никогда она не чувствовала никакого дискомфорта, а на самом деле её бедро было просто искрошено многочисленными переломами. И почему человек падает? Потому что у него изнутри поломалась кость, и он не держит уже равновесие и падает. На что я обратила внимание, почему она на ровном месте могла упасть. У всех разный болевой баланс, поэтому можно даже не чувствовать это, как моя тётя, которая, естественно, никогда не обращалась к врачам, потому что всё у неё было прекрасно, всё у неё было замечательно, никогда её ничего не беспокоило. Но это не значит, что мы здоровы. Если мы не ходим по врачам, мы просто не знаем, какие проблемы у нас есть. С одной стороны, это хорошо, экономим деньги, не пьём лекарства, но с другой стороны, это может привести уже к необратимым последствиям. Поэтому чем раньше мы обратимся за помощью, тем выше шансов, что мы проживём дольше и будем более здоровым. У Влада в магазине опять акции. В 11 часов блинчики, а в 14 часов будут прянички и рождественские печеньки. И посмотрите на эту рождественскую атмосферу. Вау! Посмотрите, вот это, кстати, шмуцли. Ещё со времён карантина пошла мода делать ёлки из подручных материалов. И очень ценится ручная работа. Кому нужны формочки для печенюшек по 90 равенцев? Кто не помнит, мой сын работает в Хайлс Арме, магазине, куда люди приносят ненужные вещи, пожертвования, и потом их продают за небольшие деньги, и деньги эти вырученные идут на благотворительность. По средам можно принести в магазин ненужные вещи и отдать людям, кому они больше нужны. Ну а 6 декабря придёт Санта-Клаус. Господи, шум и лизер бьет. Ммм, да, нет. И это для печеньки, да? Лизер? Ну ага. Ум, сугар, мит фиолет. Ах, да. Боже, посмотрите, какой из досок соорудили дерево. И украсили всевозможными игрушками из стекла, из сена, из картона, из бумаги, из дерева. Потрясающе! Ручная работа. Это из глины. А это вообще старинные колокольчики. Боже, как всё красиво! А я купила потрясающее дерево, которое поставлю на нашу лестничную клетку за 40 франков. Ну и подручный материал, чтобы сделать гиштык. Посмотрите, как она тут прекрасно вписалась. Как раз у меня такой кувшин медный. И я думаю, что оно может здесь стоять круглый год. Не обязательно, что это рождественское дерево. Правильно? Здесь у меня такой шарик новогодний. Потихонечку начинаем украшать квартиру. Какое счастье, что зашли к Владику в магазин. Посмотрите, какую я купила миленькую скатёрочку за 4,90. Рождественскую. Как раз идеально подошла мне на мой круглый стол. И, значит, вот эта вот старинная тарелка прозрачная. Она с такой тоже позолотой. Её можно потом будет использовать как для горячего блюда, как для тортовницу. И я купила ещё такое гнездо деревянное, которое запшикали золотой краской. Добавила сюда зеленушки, веточку еловую. Свечку мы нашли такую талпой. И там же я нашла такой вот набор, чтобы со свечкой сочетались маленькие матовые игрушки. Вот, тоже сюда эта звёздочка пошла. Значит, игрушечки стоили 1,90 набор. Свечка вместо 12,50 – 4,50. Вот, и посмотрите, малой кровью, потому что заработалось поездки, путешествия. И реально просто забыла, что так рано сейчас начинается адвент. Я думала, что в декабре. Но ничего, справились, вышли из ситуации. Так что вот такая вот у нас получилась красота, которой мы начали уже пользоваться. А вы сделали или купили готовый? Здесь я разложила печенюшки. Зажигаем свечу адвент. Она у нас будет гореть все четыре недели до Рождества. Так как стол у нас маленький, и четыре свечки здесь не поместятся. Ну, а скоро нужно будет печь гюцли. Это такие печенюшки из разных сортов теста на Рождество. Как вам получилось? Сегодня у нас готовит биат. И что за вкуснятину он сегодня придумал? Вырезко филейная часть, которую подают запеченную в тесте. На гарнир можно дать корень сельдерея, тыква, а также корень петрушки, а также свежий бурячок. Все это запекается вместе, как корнир к мясу. Приятного аппетита! Ну что, дорогие мои, спасибо, что посмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. А красотка вам тоже передает привет. Биат улыбается, как вы просили. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения, дочезарных улыбок. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok